МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфиры новины Витебской области у студии Вольга Шмаргун. Витаю вас! Зручно для пациентов и медиков. Один городский амбулаторно-поликлиничный колл-центр консультования по COVID-19 запустили в Витебску. Объединение активных и инициативных. Парламент детей и навученской молодежи Новополоцка отзначает 10-ти годзе. Нельзя забыть, у городина Дзвиной стартовала хромадзянская патриотичная акция «Марафон памяти». У Витебску почал работу один городский амбулаторно-поликлиничный колл-центр для консультования по COVID-19. По номеру 225-225 можно задать пытанье, коли вы не смогли доотелефановаться до своей поликлиники те урача. У опышней дни нагрузка на поликлиники истотно повяличилася. Протягивается рост захворывания у навострые респираторные инфекции. Что день обновляются суточные рекорды по колькости захворевших на коронавирус. Как у этих умовах працуют установы Аховы Здоровья у Пауночном регионе, поцекавилася Юлия Устинова. Сюда поступают звонки от пациенту, которые лечатся дома и тех, кто только отчу недомогание. Один городский ковид-колл-центр почал работу с ранницы понеделка. У Витебской городской центральной поликлинице обсталевали працонные места для 10 операторов. Один номер Витебского ковид-колл-центра 225-225. Телефон шматканальный. Одночасово Махджима принять 10 звонков. Кто-то не дозвонился в свою поликлинику, кто-то хочет узнать тоже по какой-то поликлинике, как работает его врач. Поэтому мы решили, что практически любые вопросы. Выходные у нас прошли активно, то есть обращений было достаточно много. В целом по городу, по всем поликлиникам более 450 пациентов обратилось с инфекционными заболеваниями, с вирусной инфекцией. Телефоновать можно у будние дни с 8 до 21. Работники колл-центра працуют у две змены. Звонки по шматканальной совести разом с супрацовниками поликлиники Прымают навученцы медицинского колледжа старейшего третьего курса. Распрацованы отповедны алгоритм размовы. Калі вам не змогуть да помахчай адразу, то запишуть контактные дадзіны і перателефанують. Люди, как правило, не могут дозвониться до регистрації и просят нас перенаправить вызыва на дом. То есть люди жалуются на высокую температуру, лихорадки. У нас есть четкий алгоритм, по которому мы работаем. В случае вопроса, на который мы не можем ответить, мы записываем контактные данные пациентов и передаем руководителям. Уличиваючи уздым захворывание, у тепер поликлиники прымают пациенту и по субботах, и неделях. Поширены червоные зоны и колькость выездных контактных бригад. На допамогу медикам пришли больше за 60 урошоу-интерну, больше 120 студентов-старшокурсників медуниверситету и больше за 70 навученців медкаледжів. По мере необходності перапрофілюються больничные ложки. Зараз у стационарах регіона маль пятая частка місців отведена для лячення ковид-пациентів. Протягується вакцинація от коронавіруса. Специалисты нагадують про маски, дистанцию і респіраторный етикет у громадських місцах. Юлия Устінова, Дмитрий Котов, Новини, Витебск. Міністерство Аховы Здоров'я Беларусі і Центральна комісія по выборах і референдумі визначили, як будуть голосувати громадяни, що хворюють на коронавірус і знаходяться на самоізоляції. Им необхідно звернутися ваучасткові комісії по місці регістрації і поведоміть про своє жадання голосувати по місці жихарства. Члены комісії приедуть по адресі у спеціальному аховному оденні. Голосування пациентів у больницах буде організовано непосрідно у отделеннях. Члены участковых комісій при гэтым будуть виконуваць усе санітарно-эпідеміологічні мероприємствы, каб не допустіць распаусюджування кавід-19. Свойчасовыми, істотными і актуальными назваў змяненні і допаўненні у Конституцію Беларусі прокурор Витебскай в області Ігор Украінец. Ё надзначыў, што праект новага основнага закона краіны заховувае правопераемнаць па пярэдніх редакцій Конституції. І гэта немалаважна. Новоўвядзініў патрабаваў час і яныцалкам отпавядаўць патрабаванням сучасных агромацтва. Претерпеваєт избирательная система. В частности, граждані имеют право, і это закреплено в новой редакцій, на создание политических партий і движений. Одно условие, что они не должны финансироваться из иностранных государств. Определён статус Всебелорусскому народному собранию. Для мене это важно, поскольку реально у нас такой орган уже длительное время функционирует. Определены полномочия этого органа. В частности, если посмотреть, они очень существенны. Всебелорусскому народному собранию формирует Центральну избирательную комиссию. Состав Всебелорусскому народному собранию определён. Развитие получают гарантии семей, дітей-инвалидов, дітей, оставшихся без попечения родителей. Это социальные гарантии наших жителей. На мой взгляд, эти изменения существенны, своевременные, и я, как гражданин, обязательно приму участие в референдуме. Республиканский референдум по поправках у Конституцию Беларуси пройдет 27 лютого. Проголосовать можно будет до терминового с 22 до 26 лютого включено. У Витебской области сформированы 714 участков для голосования. Працуют территориальные и участковые комиссии. У Витебской области для продажи пашпортизуют всю майомысь, якая не выкаристовывается. Сюлита комитет держмайомысти Аблваканкама вызначил каля 340 объектов нерухомысти, які выставят на торги. Для кожного такого будинка будет сформированы пашпорт за основной информацией, калі и в связи с чым нерухомысь перестали выкаристовывать, наявность необходных документов, спробы повертанни у господарчий оборот и інше. Спеціалісты различують, що гэта дозволіць більш оперативно і эффективно шукаць нових уласнікав для майомысья, якая не выкаристовывается. В 2022 году на аукціонах, организуемых комитетом Витебского быломущества, к продаже предлагаецца более 340 объектов и республиканской, и коммунальной собственности. Из них порядка 150 объектов будет выставляться впервые. Ну, если взять город Витебск, то это 20 зданий и сооружений ОАО «Ким», из которых сформировано 4 лота, незавершённое капитальное строительство по улице Богдана Хмельницкого, изолированное помещение и гараж в районе Смоленского рынка по улице Красного Партизана. Из всех предлагаемых в этом году к продаже объектов, как обычно, значительную часть составляют объекты соцсферы на селе. Это более 100 зданий детских садов и школ, 30 объектов это сельские домокультуры, библиотеки, ну, а в остальном это здания производственного, административного назначения, какие-то складские помещения, гаражи, магазины, здания сельскохозяйственного назначения, ну, и какие-то другие объекты. А кроме того, в Витебской области сформированы пиролика объектов, что з'являются историко-культурными каштоуностями. У им 27 помнеков архитектуры 18-го початку 20-го стагодзел. Створный спис свободных вытворчих пляцовок и земельных участков для инвесторов. Каля сотни будинков у розных районах в области могут быть безвыплатно передадзены под реализацию инвестпроектау. Насустрач новым здясненнем. Парламент дятей навучэнской молодзі новополаска организованы па инициативе старшыні Совета Республіки Наталі Качановой адзначая 10-ти годзі свайго існовання. Да юбілею ў беларускім Нафтаградзе презентавалі экспозицію прысвячаную гісторай развіцям асовай арганізацій. Вауражистай обстановці був падпісаны і зворот да пераємнікаў парламентары ў 2032 года. Празначные досягненні і смелые планы ініціативных новополачан у матеріялі Вікторый Гіргятович. Культура, палітыка, волонтерства. Юная парламентарі пряўляюць сябі ў самых розных сферах. Экспозиція прысвячена развіцю мясцовага Молодзівага Савету асновная этапы досягненне. Сяро дорогих сердцу речу и диплом 2018 года. Молодзевый парламент Беларусского Нафтограда тогда признали лучшим в Украине. Знаковая подея у Музея истории и культурного Полоцка объеднала парламентариев разных годов. Парламент – это очень хорошая школа лидеров. Она готовит людей к тому, чтобы они были лидерами уже в своих трудовых коллективах, студенческих группах, в подразделениях военнослужащих. Это, прежде всего, развитие чувства коллективизма, чувства товарищества, возможности прийти на помощь, возможности предложить какие-то инициативы, выйти с предложениями, не бояться говорить, организовывать. Сегодня у склад парламента у выходят 28 юнаков и девчат взрослых установ эдукации города. Эстафету добрых справ и правильных решений яны накировали у будущее и подписали зворот до переемников, яке прочитают текст послания празд 10 годов. С круглой даты юных активистов повеньшаваў старшыня областного совета депутатов Уладимир Тярентьев. Наша молодёжь действительно за эти годы очень многому научилась, выросла, и я нисколько не сомневаюсь, что за эти 10 лет уже те первые парламентарии, которые были в Новополске, сегодня занимают достойные места в нашем обществе. Но первым всегда, конечно, быть тяжело, очень тяжело, потому что, в принципе, все остальные учатся уже у них. Но, я скажу, учёба была неплохая, кажется, первый блин нестолкомом, а это действительно был хороший опыт, который распространился сегодня на всю нашу Республику Беларусь. Светковани протягнулися у Лядовом палаце «Химик». Тут презентовали лепшие проекты новополоцкой молодзе опошних годов. Инклюзивный театр «Разам», кейс «Поспеху», интерактивная настольная гульняст карбы Беларуси, якая стала лепшей на областным этапе конкурсу «100 идей для Беларуси». «Поспехам» корыстаецца и проект «Уруху». Мы несколько лет назад приняли решение поучаствовать в инновационной методологии «Апшифт», которая проводилась в Енисефе. И тогда, в ходе анкетирования, мы выяснили, что учащиеся молодёжь не знают своих прав. Мы начали искать решение, а лучшее решение — это создание настольной игры. Тогда мы смогли подать нашу игру в «Апшифт» и выиграли. Получили грантовую поддержку. И на сегодняшний день игра не только реализована по всей республике, но и проходит рембрендинг, и скоро наша настолка будет запущена на весь мир. До веншаванья у с 10-ти годзем парламенту дятей и новучэнской молодзи долучилися и юные парламентары из Полоцка, Орши, Лёзны, Верхнядьвинска, які у свой час переняли в опыт першопачинальников из Новополоцка. Викторий Гирьятович, Ян Пчельников, Новины, Новополоцк. Далучиться до истории своего города, его героичного минулого, ближай познайомиться с героями, чьи имёны носяць школы. У Витебску стартовала грамадзянско-патриатычная акция «Марафон памяти». Это суместный проект администрации города, отделу адукации и громадских организаций. До его долучатся все школы областного центра. На протягу всякого года юнаки и дзявчаты станут судельниками шматликих мероприемствов, присвеченных году гисторичной памяти. Распочалася акция у новочальных установах Першамайского района. Цель нашей акции – как можно больше привлечь внимание, прежде всего, нашей молодежи, именно к изучению истории, изучению героического прошлого нашего народа. Эстафету городской акции будет принимать каждая школа Первомайского района, затем Октябрьского района и Железнодорожного района. Эстафеты она будет проходить в течение года. Формы участия нашей молодежи самые разные. Это и уроки мужества, это встречи с ветеранами, это посещение музеев, это просмотр художественных и документальных фильмов. Мы даже запланировали проведение общего сочинения на тему года исторической памяти. Выники городской громадянско-патриотичной акции «Марафон памяти» подвядусь у Снежні 2022-го. Школьники представят свои проекты у тем лику видеоролики. Самых активных удельников акции у Знагародзець. На этом наш выпуск завершен. Я с вами развитываюся. Усего доброго. До встречи. Синоптики поведомляют. У ближайшие сутки па в области чекается в облачное с прояснениями на дворье. На больше часа территории снег, мокрый снег. Ночью ранец и слабый туман. На дорогах гололедеца. Ветер заходний 4,9 метров за секунду. Ночью от нуля до минус пяти. У день слабки термометру пакажутся от минус одного до плюс трох. У Витебску так само в облачное с прояснениями на дворье. Невялекий снег и мокрый снег. На особных участках дорог гололедеца. Ветер заходний 4,9 метров за секунду. Ночью чекается от одного до трох градусов ниже за нуль. У день от минус одного до плюс одного. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА